Продолжается программа стол заказов, как обещала в гостях у меня МБНД. Привет, привет. Я смотрю, у вас с игривое настроение сегодня. Очень. Очень? Да, мы просто с самого утра носимся, поэтому мы уже так... Активнее, да? Уже проснулись. Ну, рассказывайте, что было на русском радио? Сегодня вообще у нас сумасшедший день, мы решили ударить по всем фронтам одновременно. Вот, во-первых, мы в вашем здании с самого утра. По этажам перемещайтесь. Да, русское радио, хит-фм. В общем, мы пока все, 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 все филиалы не обойдем. Девчонки вас ждали с утра? Ждут, до сих пор стоят, мерзнут. Кстати, хочется передать им отдельный привет. Потому что, я не знаю, я бы никого не ждал бы. Вот никогда. Вообще никого? И мерзнуть целый день, это, ну, они какие-то невероятные. Мы сегодня, кстати, разговариваем про романтичные поступки. Вот, неужели ты никого нигде не ждал? Хотя бы девушку, которая опаздывает на 20. Я вот рассказывал сегодня, как раз с утра, был один случай. Я, в общем, купил букет цветов и поехал девушку встречать. И стою, думаю, сейчас я ее так красиво встречу. Стою на перроне с букетом цветов. Подъезжает поезд, и я понимаю, что открывается дверь, а они открываются с другой стороны перрона, и мне приходится оббегать все просто. Ну, это же тоже романтичный поступок. Ты бежал ради нее, чтобы успеть. Ну да, но, блин, все равно не так получилось, как хотелось. Я забежал, вспотел. Никит, ты успел уже в своей жизни совершить безумный поступок от любви? Я, не знаю, я очень скромный, и у меня звонит телефон. Романтика и скромность, да. Не знаю, я считаю, что у меня все впереди. А, то есть еще вообще ничего не было? Ну, на самом деле, вот как Тема, торговцев чебуреками столкать на вокзале, я тоже могу. Чтобы добежать до любимой девушки. Но у парней, мне кажется, больше истории, поэтому сегодня их эфир. Спасибо, Никита. Толя. Что я? Да-да. Рассказывай. Рассказываем про романтические... Скажи, однажды я отдыхал в Турции. Так. Короче, да. Однажды я отдыхал в Турции, да. Нет, на самом деле, поступков романтичных, романтических... Может быть, купался в холодной воде, или не знаю. Купался ночью, да, в холодном море. Что ты так на меня смотришь, как будто ты там участвовал? Я просто слушаю. Как мне интересно твоя история. Что ты так на меня смотришь, как будто ты женил меня? Блин, мне кажется, мы очень неплохо начали. Да. Нет, много-много вообще поступков делал в своей жизни я. Много сумасшедших. Да давай конкретнее уже. Да, ладно. У них много было. Однажды вот на седьмой этаж я поднялся на подъемнике. Прям... Это очень страшно, на самом деле, потому что вот этот механизм советский, он не очень надежный, и он весь шатается. Вот. Постучался в окно. Постучался в окно, точнее, я позвонил и сказал, выйди на балкон. Она говорит, зачем? Я говорю, выйди. И она выходит и такая в шоке, потому что ну как так? Ну, плакала. Земля там плакала, да, когда я улетел вниз с подъемника. А так все было хорошо. Ну, в общем, ну, то есть такие поступки какие-то в жизни я делал немало. Сейчас я уже понимаю, что на самом деле нужно брать совсем другим. Да? Вот пока молодые, вот как Никита. Да просто вниманием, просто человеческим отношением, теплотой. Вот пока ты молодой, нужно делать какие-то поступки, то есть все, скажем так, внешне. То, когда ты взрослеешь, уже нужно именно внутренним действовать и девушку покорять именно внутренним миром. Никит, ну хоть наматывайся на уши. Я вообще ничего не понимаю. Нет, на самом деле мы все творческие и... Странные люди. Да, мы все странные творческие люди и мы просто... нам необходимо, чтобы вот такие чудеса в нашей жизни происходили. Какая-то романтика. Но ты пока к этому не готова. Влюбленность просто откуда нам еще черпать вдохновение. Я к этому абсолютно готов, мое сердце открыто. Ты готов принимать ухаживание, да? Я вот с такими опцертыми руками, я готов принимать все, что угодно. Подарки, цепи, телефоны. Валюту. Серьезная заявка. Ладно, посмотрим музыкальный клип, а потом вернемся. Продолжается программа «Стол заказов». Так, что ты говоришь? Я говорю, какой прекрасный клип. Замечательно, да, я с тобой согласна. Дорогие девчонки, можете задавать ребятам вопросы. 5-7-4-2. И, кстати, вопросы уже есть. Но вы готовы отвечать? Конечно, мы всегда готовы. Итак, пропойте или произнесите строчку из песни, которая олицетворяет ваше сегодняшнее настроение. Написала Даша. У меня одна песня на уме, она уже несколько дней. Это «Жиган лимон». Все, она не выходит у меня из головы никак. Интересно, Никита. «Black Beatles in the City». У нас русский музыкальный телеканал. Имей сон. «Черные жуки в городе». Не знаю, почему сейчас мы только пели одну из наших песен, и поэтому в голове сейчас «Чего ты хочешь». «Чего ты хочешь». Интересно. Так, ладно, следующий вопрос. «Когда вы последний раз приглашали девушку на медленный танец?» Написала Марина. Я, кстати, очень люблю с девчонками танцевать, поэтому я... Ну, когда они тебя приглашают? Ну, вот совсем недавно. Нет, почему? Вот в этом вопросе я считаю, что как бы... Написали, она должна первая, а на танец пригласить я должен. А, вот так, вот так. Вот у меня... Я никогда не забуду свои школьные дискотеки, потому что у нас там было три развлечения. Во-первых, это попасть на эту дискотеку школьную, потому что она была для старших, а ты был чуть-чуть помоложе, тебя не пускали, поэтому мы залазили через туалет, там, как угодно. Потом это обязательно пригласить девушку потанцевать, потому что нормальные пацаны танцуют, только медляки. И все. Медляки и брейк-данс, все. И третье развлечение, это было подраться со своим врагом. Так, и чаще всего что ты делал из этого? Все? Я все три пункта исполнял. Пока три пункта не сделал, домой не ушел. Если ты не исполнил три пункта, это была какая-то неудачная школьная. Ну а последний раз, когда танцевал медленно? Да вот, буквально на этих выходных. Понятно. Толя? Я тоже, кстати, люблю танцевать, но что-то сто лет не танцевал ни с кем. Надо задуматься. Хочешь потанцевать? Музыку в студии. Никита тебя пригласил на танец. Вот как бы, собственно, вот когда последний раз Никита приглашал кого-то на танец. Не, я прям, правда, очень давно не танцевал, надо задуматься об этом. Так, ладно, следующий вопрос. Над чем работаете, когда выйдет новый клип? Ну, в принципе, очевидный вопрос. Что, работаем мы? Сегодня вообще с чем мы пришли? Да, у нас большая новость. У нас концерт в Москве 22 ноября в Батарене. Состоится премьера нашего дебютного альбома, который называется «Без фильтров». В общем, там будем мы все полным составом, так что там уже будет клево. Группа два года исполняется, правильно? Да, все верно. И в честь нашего дня рождения мы делаем большой концерт, но на следующий день, 23 ноября, мы будем делать большой концерт в Питере. В общем, сразу с одного концерта вы? Да, мы сразу выезжаем на другой. А так вообще очень много всего. У нас скоро выйдет акустический концерт. Вместе с ним будет и альбом, который можно будет тоже послушать. Еще мы работаем над одним очень интересным проектом. Не знаю, он просто нравится мне. Еще работаем над одним проектом, который связан с кино. Столько всего выходит и столько всего мы подготовили, что мы сами прямо от себя в шоке. Ну, осталось только чуть-чуть подождать. Ну, а клип-то сколько ждать еще? Тоже чуть-чуть. А ты уже не можешь, да? Я уже не могу. 22 ноября начнется вот эта бомбежка и закончится она только в начале января. Вот именно сюрпризы, которые мы подготовили на самое ближайшее время, они вот растянутся до января. Поэтому, друзья, готовьтесь. Готовьтесь. И, кстати, готовьте вопросы. 5-7-4-2. Ну, а пока у нас музыкальный клип. В эфире стол заказов Нару ТВ. И я, ведущий Анатолий Цой. Сегодня у меня в гостях старый, добрый, всеми любимый состав Hi-Fi. Привет, ребята. Несколько вопросов специально для вас. Позже, 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 мы смотрим. Мы недавно солистов. Подождите, мы пока не смотрим. Вот такая группа, которая до сих пор смотрит друг на друга. Блиц. Друг и сиськи. Так, ну что, ребята, первый вопрос специально для вас. Наши телезрители хотели бы узнать. Хотели бы вы создать свой канал и снимать видео на концертах? Свой канал, вот, представляете, такой же, как РУ-ТВ? Да. Отличный ответ, Артем. Никита? Why not? Лиза? А что вам мешает это сделать? Лиза, вы отвечаете на вопросы, а не задавайте. Я не могу, привычка просто так. Дальше, какой же вопрос? Следующий вопрос. Когда же все-таки будет всемирное турне? Когда? Вот мы все ждем, уже 30 лет как бы прошло, как вы существуете, а турне нет. Ну, наша группа, видишь, как разнообразилась в момент. Я думаю, что... Музыкальный материал попрет. Я предлагаю у тебя в турне сразу после эфира. Прямо после эфира посадим вас в поезд. Москва, Тюмень и как бы... Мы в Тюмени начинаем наш мировой тур, да? Там, 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 там. Пойдем отлично. Мировое шоу. Все, вопросы закончились? Здесь такие вопросы, если честно, я немного в шоке. Причем я предлагаю таковую назвать Тюмень. Анатолий, ну хорошо. Может вас интересует лично что-то? Прошло немало лет с того времени, как вы все-таки покинули группу. Да, вы знаете, вот... И стали телеведущей. Да, когда наша группа обосновалась, я-то думал, что все нормально, но дискриминация дело такое. А вот так всегда. Ты понимаешь, девушка, она всегда... Девушки приносят ему виной вообще. Всегда, всегда девушка, это яблоко. Можем позвать его обратно? Ну все, ребятки, как бы мы... Группа, я не знаю, есть вообще в мире такая группа из трех мужиков? Конечно, есть. Немецкая группа, да? Сейчас скажу... Эхвин? Электросмех, по-моему, у них есть клевая песня. В общем, теперь вот такой состав в нашей группе. Группа М-Бэнд наконец-то нашла одну, ту единственную и неповторимую блондинку. Ану самую. Ану самую. Это вот она, та, которая вернется. Я предлагаю посмотреть на другую блондинку, на Юлиану Караулову. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. После. Наконец-то мы поменялись местами, как-то вот спокойно мне стало на душе. Сразу все устаканилось и все стало на свои места. Да, именно, именно. И пришло время задавать вопросы. Вот девушка одна спрашивает, от чего у вас в последний раз бежали мурашки? По какой части тела, видимо? Ну, мурашки, если бегут, они бегут по всему телу. И бегут они в основном на концертах. Вот реально, последний раз, я не помню, в каком городе это было, мы попросили зажечь всех свои гаджеты, фонарики включить. И на момент у меня реально побежали мурашки от того, что это сделали все, была полная темнота, и включили вот фонарики, и мы пели какую-то медленную песню. И я задумался, какое же это счастье? Я, кстати, у меня вот прям совсем недавно случился этот момент, я смотрел «Х-фактор», последний вот сезон, парень пел песню «Люда Як Корабли» называется, группы «Скрябин». Прям вот у меня реально пошли мурашки. У тебя тоже все с песнями связано? Ну, в основном, да, в основном мурашки все-таки связаны с музыкой. Ну, или когда там, я не знаю, обливают холодной водой, там без вариантов. Часто такое с тобой случается? Обливают холодной водой? Однажды? Да практически на каждом конце. Нет, однажды, знаешь, это было жестоко, потому что во сне, понимаешь, даже змеи не кусают, когда человек спит. Я спал, и они бессовестно забурились ко мне в номер и облили меня холодной водой. А ты дверь не скрываешь? Причем полностью постель, они взяли ключ универсальный, скрыли номер. Дело в том, что в любой гостинице мы селимся сразу группой, поэтому мы можем взять ключ от любого номера. Номера рядом у вас, да, обычно? Обычно, да. И мы все слышим. Обычно через те тоже. Короче, все, все весело проходит. Самый прикол, когда мы втроем одновременно принимаем душ в разных номерах. Пояснил. Уточнил. Да, очень важно. Да, вовремя, самое главное. Вы перестукиваетесь или что? Никитос включает музыку. Тема кричит. Никитос, сделай погромче. Я, главное, это все слышу. Реально музыка становится громче. Так пойдет. Я говорю, нормально. И это было очень весело. Мы втроем в разных номерах. Такие моемся и слушаем музыку. У Никитоса, он жил посередине между нашими номерами. Это было весело. Примерно. Сейчас сидим, да? Знаешь, о чем хотелось бы реально поговорить? О мурашках. Как они вообще выглядят? Ну да, такие двуногие с большой попой. Они еще вот тверкают, и они поют песню на глупо. Так, 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 так. Нет, таких мурашек я люблю. Есть? О чем ты хочешь поговорить? Да, есть очень важная новость. Дорогие друзья, после наших больших концертов состоится автограф-сессия. Не сразу после концертов, это будут другие дни. Автограф-сессия у нас будет в Москве и в Алма-Ате. В смысле, это будет организованное мероприятие, где мы сможем прям вот... Да, специальное, это будет целый отдельный день, когда мы будем весь день с вами. У вас будет возможность... А можно мне автограф сегодня взять? В порядке очереди, да. Ну вообще, я одна единственная здесь, поэтому... Ну вот, создай очередь быстро и ты будешь автограф. Кошмар, наглость. Следите за новостями. Скоро мы объявим, когда будет автограф-сессия. Там можно будет приобрести уникальные, крутые футболки с нашими рожами, с нашими логотипами. Потом кружки, чашки, ложки. Мы, короче, зарабатываемся на дому моря. Ладно, музыкальный клип, потом мы вернемся, никуда не уходите. Ну и короткая реклама. Ребята, вам нравится в эфире? Очень. Комфортно себя чувствуете? Безумно. Очень. Вообще у вас так удобно. Такая красивая студия. Стульчики не нравятся, да? Помягчен. Листья летят, облака плывут, солнце светит. Хоть где-то есть солнце, ты понимаешь? Это точно в нашей студии? Ну да. Посмотри. Ты не выдачешь. Листья летят, облака плывут. Не, правда. Вот солнца не хватает в Москве. И солнечно у вас всегда студии, что не может не радовать. Мы здесь греемся у вас. Это все благодаря моей фамилии исключительно. Ладно. Есть вопросы для вас от Катюши. Вот Никита заговорил про подарки. Она пишет, на какой адрес можно отправить подарки? И второй вопрос. Приедете ли вы в Улан-Удэ? Можно в Улан-Удэ отправить. Мы там заберем. При возможности. Ну серьезно, два года в дупе. Многие будут наверняка приносить подарки. Петровско-Разумовский проезд, 29, строение 2. Это Никите надо? Вильвет Мьюзик, наш продюсерский центр. Есть там целый музей, склад. Присылайте. Мы потом приедем, все разберем. Не забывайте подписывать самые главные подарки. На что вы хотите получить? Ну, скромные подарки. Феррари. А деньги не принимаете? Деньги не принимаете? Не, не, деньги... Исключительно заработал. Что потом с ними делать? Мы же не знаем, что делать на деньги. Лучше слитки золотые. И здесь можно дом построить. А что ты из денег делаешь? Действительно, что с ними сделаешь? Ничего, конечно же. Так, есть еще вопросы. На концерте какие песни будете петь? Будут ли новые? Конечно, безусловно, будут новые песни. Мы с ребятами постарались. Записали все это дело. Сделали очень крутую музыку. В альбоме у нас будет присутствовать несколько новых песен. И на концерте, естественно, они тоже будут. Просто мы сейчас не будем о них рассказывать. Вообще, в принципе, к этому концерту мы подготовили вот особый такой удар мы сделали именно на музыку. На то, как он будет звучать и то, как зритель будет это слушать. Поэтому, ну, очень много сюрпризов. Танцы будут? Танцы будут, знаешь, наши любимые такие. Дикие танцы. Дикие танцы. Медляки будут тоже. Тогда еще раз, наверное, позовем зрителей и поклонниц ваших 22 числа. Ну что ж, друзья, приходите 22 ноября в Батарену. Там вы видите нас и наше шоу без фильтров. Послушайте наш альбом, который как раз-таки мы презентуем в этот же день. Ну, а 23-го, кто будет рядом с Петербургом, мы вас ждем в клубе А2 на нашем большом сольном концерте. С любовью. М-бенд. Это была группа М-бенд. Сейчас буду клянчить билет. Ну, и, может быть, обнимемся на прощание. Ну, давай, ладно. Идем. Станьте дети и встаньте в круг.